Всем привет, меня зовут Ярасик, сегодня я вам попробую рассказать о выходящемся новом сервере, что он из себя представляет, конкретно Nighthole.pro, который называется Shadow Song на XP-рейте X100. Немного расскажу, что он из себя является, а конкретно это вот LK-сервер, кастомный причем, что самое интересное, наподобие Сироса, но со своими, естественно, небольшими отличиями. Попробую рассказать все-таки, какие отличия имеются у него. Во-первых, первое отличие то, что вы можете здесь фармить бабки, фармить бабки на убийстве момбов, что самое интересное. Купоны выпадают, вы убили момба, офигенно, прекрасно, пошли обменяли, получили бонусы, бонусы обменяли на реальные деньги. Плюсом добавили черный аукцион какой-то, то же самое, выбивайте шмотки с рейдов, ну короче, вы поняли. Решили RMT добавить к серверу, якобы, может люди клюнут. Прикол в том, что черный аукцион, у них и в магазине шмот, и в аукционе будет шмот рейдовый, алло, они дебил или что? Что еще добавлено? Легендарная шея, ребятки. Имеется, значит, у серра квеста цепочка на репутацию, плюс саму репутацию можно прокачивать с помощью гербовых нахидок. Я думаю, эти ребята, которые качались по пипегам, там на 5 человек знают, что это такое. Это, по сути, легендарная шея с хорошими статами, что-то она, 232 на уровне контента 200-го, ее будут все фармить. Следующее, что мы видим, кстати, артефакты добавлены, то есть это по типу легиона, оружие двуручные, одноручные щиты, видимо, это вот все. Их можно будет прокачивать, как я понял, и там будут какие-то определенные таланты, так что, довольно-таки интересно на самом деле. Вот, артефактное оружие для каждой специализации, даже можно это все прочитать в любом случае. Но, как бы это вы и все сами могли бы прочитать, увидеть. Я что вам решил тут рассказать-то по итогу? Я вам хочу именно рассказать больше даже историю вот этого серра, именно со Stormrage до, как раз-таки, уже Nighthold'a X100, для тех, кто не шарит, чтобы более-менее понимать, что это вообще плюс-минус за сервак, естественно. Начнем, наверное, с Stormrage, примерно, жили-были. Рассказываю историю самого этого серра от самого первого Stormrage, потом Варнаса, и теперь уже, как раз-таки, Nighthold'a X100. Жил-был Stormrage, но что-то как-то у него не получилось, не задалось, мало онлайна было, и ребята решили переоткрыться. Да как переоткрыться? Под это... Под собрать командочку, на самом деле, получше. Какая-то частичка Сируса, значит, все уже, получше будет намного. И пошли, открыли они Варнас X7. И нужно же все-таки какую-то еще фишку добавить свою. А фишкой этой являлась как раз-таки, выпуск ДХ, охотников на демонов на сервере Лич Кинга. Прям всем проспамили, все об этом знали. Вышел сервер, первый день, ДХ до сих пор нету. Второй день, третий день, неделя прошла, а ДХ все нету. Люди уже начали понемножку уходить. И вот оно, спустя примерно неделю-две появился ДХ. Но не как Лас, а как Раса. Вот так вам и поворот, конечно же. Еще немного сервер просуществовал. Людям, естественно, это не понравилось. То, что как Расу именно добавили, а не как Лас. И тут на днях решили, пацаны, как решили. Один из разработчиков как раз-таки Сируса, а именно Едрис, решил. Отдай-ка я обратно Сирусу и продам этот же самый проект. Естественно, руководитель об этом ничего не знал. А именно PowerPuff руководитель. А Едрис был разработчиком. И вот такая вот ситуация получилась, что был проект продан. Дальше уже, перед открытием, пошло третье. То есть был Stormrage, был Warnaz. У которого задолжался довольно-таки долго ДХ. И тут уже открывается у нас Nighthold. Nighthold был икс седьмым сервером. Уже все нормально. ДХ был как раз-таки уже для нас не в среду. Он был с самого начала. Но все так же, как и Раса, в принципе. Закупили немного рекламы, но что-то пошло не так. Онлайн начал подугасать. Очень сильно рекламы не добавили. А у кого-то вообще личная жизнь появилась. И кому-то конкретно на руководителе сервера не получилось уследить за своим же сервером. И он довольно-таки быстренько умер. И тут на днях говорит сервер. Мы открываемся 26 числа. Назовем сервер Shadow Song XP Rate X100. XP 100 довольно-таки интересный, конечно, выбор. Будут люди ради этого оставаться или нет. Вопрос, конечно, уже другой хороший. Добавили здесь какие-то артефакты. Так что посмотрим, увидим, как это будет. Надеюсь, история информации вам была полезная. Вы что-то новое узнали. Я надеюсь, вам эта информация была полезна. Вы из нее что-то извлечете для себя. И сразу поймете, что не стоит надежды какие-то 100% возлагать на сервер. Но при этом не стоит на него забивать. То есть поиграть можно. Но потом не ныть, что сервер умер через день или через два. Мы, ребята, разумные. Мы на информации учимся. Но серверу дать шанс можно. Всем спасибо за просмотр. Встретимся на моем стриме.